Ну как тебе, Илон? Я тут на днях Марс колонизировал, посмотри. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк, и я не понимаю, почему вы все еще срите на своей этой засранной земле, испорченной планете, когда на Марсе уже давно мною построена такая замечательная колония. Всех вас жду, вот какие дома прекрасные, красивые, освещение. Мы продолжаем играть в сурвавинг Марс, у нас изменилось многое, видите? Я построил триггер, а нет, это город. Я построил высоточку в центре вот этого города, самого первого нашего. Теперь людям здесь живется более комфортно и замечательно, да? Двери даже сами закрываются, вы представляете? В моей колонии двери как в пятерочке. Неужели после этих слов вы не хотите ко мне на Марс жить? Ну и да, если вы помните, то в предыдущей серии я просил вас придумать название для нашего нового города, которое называется Жу-1, это не очень так привлекательно. Я просил вас в комментариях придумать, собственно, название для него и больше всего лайков набрал комментарии Мухосранова. Серьезно? Серьезно? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Мухосранова так Мухосранова, ваше право. А еще, если вы заметили, я построил третий город под названием Дюнан-1, тоже не так уж и привлекательно. И я решил взять второй популярности комментарий. Это был комментарий Ебинград. Серьезно? Вы меня огорчаете, вы меня огорчаете. Вы портите мою колонию. Вот кто полетит на Марс жить в Ебинград, если он и так на планете Земля уже живет в этом городе? Ну если ты из России, конечно же. Я понял, вы просто желаете мне зла. Да, я понимаю, вы хотите, чтобы моя колония была разрушена. Хрен вам, я справлюсь, я не сдамся. Вы посмотрите, вертится все, крутится. Как и жизнь на моей планете, масс процветает в моих руках. Но если честно, не так уж он и процветает, господа и дамы, дамы, господа. 110 человек у нас было в начале серии, теперь их 108. Но прикол-то в том, что да, двое сдохли. Ничего страшного, люди умирают. Но, пока я немножечко поиграл после предыдущей серии, у меня был год суицида. Потому что у людей было очень плохое настроение, они отказывались жить. Я что-то им все испортил, все пересрал им весь город. И они стали просто вешаться. Человек 30 покончили жизнь самоубийством. Но я исправил ситуацию, я сделал их жизнь более комфортной. Они перестали убивать себя, позвал новых людей. Но все-таки проблемы остались. Вот смотрите, мы сейчас нажмем на Хьюго. Че-то ты, Хьюго, похудел. К чему я-то говорю? У нас появились пенсионеры. Хьюго к ним, конечно, не относится. А вот мужичок идет с седой. Старость, без профессии. И работать он, соответственно, не может. Потому что он пенсионер. И у нас пол колонии пенсионеров. Понимаете? Но, зато, ребят, я знаете, чего добился? Добился того, что у меня теперь нету проблемок каналистов. Нету проблемных колонистов. То есть, видите, не нажимается. Потому что все чувствуют себя замечательно. Нету тех, кто хочет умереть. Таких нет больше. Так что не беспокойтесь, в этой серии не будет суицида. Если только с моей стороны. Потому что видосы по Марсу набирают все меньше и меньше лайков. И это не к хорошему не приведет, ребят. А вот и первые проблемы начинаются. Не хватает людей для того, чтобы работать во вторую смену. У нас, в принципе, в каждой постройке работает один человек. Потому что у нас мало людей. Все старики. Можно как-то стариков отправить обратно на землю, чтобы меня там староц встретили? На Марсе должны люди работать. Я за процветание колонии. Нам нужны новые пассажиры. И желательно молодые. Будем строить дома им, чтобы было место. А вот и ракетка уже прилетела. Замечательно. Вы, ребят, давайте. Я ждал вас долго. Какие веселые. Припрыжки такие. Ха-ха-ха. Теперь я на Марсе. Ха-ха. Улетающие клонисты. Так, двое улетели. Я так понял. Тебе жизнь тут не нравится, да? Ну и лети на свою землю. В Ебенград. Лох. Ты не понимаешь, что ты теряешь. Чмо. Все, вы просто посмотрите. Видите, каждая смена теперь заполнена. Людей хватает для работы. Теперь будет процветать все. Кстати, насчет вот этой штуки. Марсианский университет. Наконец-таки наши люди будут получать образование. Уже 8 выпускников мы получили. То есть люди, которые без профессии, они здесь учатся на определенную профессию, которые автоматически подбираются. Это офигенно. И отучившись, идут работать на ту профессию, где, собственно, профессия им не подходила. Я запутался. Фу. Наконец-то. 130 человек, которые, в принципе, счастливы. Я был счастлив, если бы жил на такой планете под руководством такого замечательного человека, как я. Я же крутой правитель, да? Царь Марса. Вау. Смотрите. Вау. Мы можем настроить город по профессии. Ага. Твою мать. В этом городе 5 детей. 5 детей, которые должны уйти отсюда. Здесь ведь нет яслей. Так. Теперь все дети должны быть транспортированы в ясли. Они еще и в школу ходят. Вау. Давайте в 3 смены. В принципе, я замечательный, да? Дети учатся в 3 смены. Старики ждут смерти. Прекрасная колония. Давай, 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 давай. Да. Мы прожили 100 дней. Оценка колонии. Цель достигнута. Вы исследовали достаточно технологии 42 из 40. Так, это что? Самые главные цели, ребята, достигнуты. Мы прожили в этой игре 100 дней. Точнее, 100 солов. Это вам не 100 дней. 100 солов это, на самом деле, наверное, где-то 102 или 103 дня. Потому что в соли на 1 час он длится дольше, чем день. Поэтому мы перепрыгнули даже это. Что у нас там по ресурсам? Топливо 133 штуки. Ох, мне кажется, знаешь, что мне сделать нужно. Мамочки, боже мой. Где? Алло. Я не могу найти. Вот, центр управления шаттлов. Потому что база находится далеко друг от друга. Переносить ресурсы требуется. И 5 шаттлов нам не хватает для этого. Так что давайте, ход строительства вперед. Этот самый... А? Что-то... Какие-то проблемы у нас, мне кажется. Смотрите. Город заполнен. Этот город практически заполнен. Этот город заполнен практически, можно сказать. А людей для работы все еще не хватает. То есть нам нужно строить больше квартир, я так понял? Давайте посмотрим, сможем ли мы когда-нибудь что-нибудь новое открыть из науки. Как двигать-то? Эй. А, нужно просто мышку в сторону убрать. Отлично, я понял. Так. Плазменные резаки. Что-то не то. Новый купол. Размер средний. Ага. Огромный купол. Так. Так. Так-так-так. Блэд. Ну-ка, давайте вы его построите, пожалуйста. Исследуйте. Мы-мы-мы-мы ждем. Вот оно. Средний купол. Купол среднего размера. Какой же ты огромный. Твою мать. Бум. Готово. Тут можно поставить целых три высотки, что ли. Охренеть. Три высотки. Боже мой. Вау. Вы все еще не хотите ко мне на Марс лететь жить? Ну, вы дурачки, конечно. С какой скоростью растут количество ресурсов, которые нам требуются. Они сейчас построят его за минуту. Боже мой. Дроны, как я вас люблю. Вы молодцы. Дай бог вам здоровья. Ааа. Какое здоровье вы, электронные твари. Конечно, я, наверное, не потяну четыре города. И один из городов нужно будет уничтожить. И это вряд ли вот этот город. Потому что здесь замешано много чего. Какой-то из этих двух городов мы должны туда переселить. Наверное, это будет этот город, рабочий. Блин, а чтобы сделать рабочий город, нужно уметь строить его. Так. Вот. Завод электроники мы должны уметь строить сами. Бам. Купол готов. Давайте начнем его обустраивать постепенно. Так. У нас есть высотки, которые нужно ставить. И у нас скоро исследуется еще какая-то высотка. Да? Где? Коррекция поведения. А то чай тут от алкоголя, что-то типа того. Но окей. Медицинский... А-а-а. Только одна высотка. А я думал больше. Давайте поставим систему водочистки. Потому что воды будет тратиться очень много. И пусть она тратится здесь. Ой, возвращается. У нас будут когда-нибудь какие-нибудь хорошие квартиры, в которых они будут жить и не пытаться убить себя? Походу нет. Походу квартиры это максимум, на что мы способны. Давайте построим вот такой вот треугольник квартир. Будет красиво выглядеть. Типа, смотри, такие оп, пожили-пожили, заболели спидом. Хоп, медицинский центр. И вот так вот жизнь будет у них устроена. А здесь мы настроим всяких штук. Ну, пока что вот так вот. Окей. Хорошо. Ну и город, конечно, у нас получается. Ух-ух-ух. Ресурсов не хватит, чтобы построить такое. Все-таки мы, наверное, давайте оставим, ребята, вот этот городок, в котором люди, в принципе, неплохо живут, работают, делают нам ресурсы. Да, все у вас замечательно. Вы молодцы. А этот город будем переносить туда, потому что, ну так вот мы, я решил. Все, город готов. У нас же осталось место. Офигенно. Теперь будем ждать, пока все построится. Удачи вам, ребят. Господа всякие там. А! Это же система водоочистки. А я, твое мать, а я думал, это медицинский центр. А! Вам нужен госпиталь. Госпиталь, вот суды. Все. Все хорошо теперь у вас. У меня получился город, в котором живут детишки, старички. И детишки учатся потом. Твое мать. В принципе, как этот город. Окей. Ладно. Чувствую, нам нужно ракету грузовую заказывать, чтобы она нам всяких полимеров там надавала. Потому что это все нужно сейчас нам очень. Вы-то хоть нормально здесь живете? Исследования у вас идут, да? Все. Жизнь налаживается. О, боже. Этот город. Этот город требует столько бетона, сколько нету на бетонном складе. У самого крутого бетонохранителя на планете Земля. А тут вы про Марс говорите. Ух, как я заувалировал. Городок Пирсон. Название не то. Он должен называться как-то грандиозно. Пусть это будет Горгород. Хе-хе. Вот. Все. Самый большой и крутой город Горгород. А Ебинград потом придется снести. Ну, или отключим его от питания, от всего. Пусть будет, пусть стоит. Вдруг потом пригодится нам. Но людей отсюда мы выселим. Мне хотя бы одну квартирку, ребят, построить. Ну, вот немножечко бетона нужно. И все. И люди уже смогут работать вот в гастрономе. Жить и воду очищать. И все будет классно. Вы понимаете? Ну, немножко бетона. Ну, господа. Что вы там строите? Какие-то заводы, магазины. Камон. У нас, кстати, грузовая ракета прилетела. Которая какого-то хрена просит у меня 200 металла. Я не знаю, что это такое, если честно. Но я отдал им 200 металла. Потому что у меня металла было много. Не знаю, что это было. Это какая-то торговая ракета. Возможно, я за это получу деньги. И это будет хорошо. А возможно, меня ограбили шпионы. Я, твою мать, тот еще. Заподозрю все. Ракета, вон, видите, золотая. По-любому, богатая. Значит, грабит всех. И меня, в том числе, ограбили. Мразоты. А! Что это было? Меня еще и обстреливают. Короче, ребят, вот что я вам хочу сейчас сказать. Surviving Mars. Прекрасная игрушка. Интересный жанр. Построить свою колонию на Марсе. Ракету, вон, почти заправили. Скоро можно будет отправлять. Надеюсь, меня за это заплатят хотя бы. О чем я, в общем-то, говорю? Это уже пятая серия. Мы прожили 114 циклов. Это наша первая колония. И, как ни странно, первая колония оказалась удачной. Такое на моем канале бывает примерно раз в год. То есть, редко очень. Это, наверное, будет последняя серия по этой игре. Вот такая вот пятилогия получилась. Но не спешите тем, кто нравится смотреть это. Немного ошибся в формировании предложений, но вы поняли. Мы будем стримить эту игру. Я не знаю, продолжим ли мы это вживание или начнем новое. В любом случае, мы уже немножко научились играть. И в любом случае, что-то да и получится. А что получится, знает кто? Правильно, никто не знает. Такие вот дела. Главное, не беспокойтесь. Игр много. Не будем зациклиться на одних и тех же играх. Впереди еще много интересного. Это был Surviving Mars. С вами был Стэк. Это была прикольная игра, в которой нам позволили собственными руками колонизировать Марс. Хоть где-то я почувствовал себя важным и крутым. Не то, что в жизни. Сижу, ем, сру, су. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...